100 мм уже была аварийная ситуация, но и естественно те процессы, которые привели к нарушению теплообеспечения в рамках коррозии металла, они продолжились. Мы сегодня имеем на 2 метра в сторону такое же повреждение. Сейчас обключение насосное произведено, без отопления у нас остается 22 дома, это 4,5 тысячи населения и 21 школы. Температурный параметр в школе позволяет вести учебный процесс до конца. Планирует бригада и руководство ПАУТ и Плюс сейчас доложило, что окончание работы и начало заполнения 23.00, но и по опыту прошлой аварии на этой же сети около 4 часов заполнения и подача теплоносителей уже в квартиры. Планируется к 4-5 часам утра восстановление всех температурных параметров. Все необходимые материалы есть, на контроле эту ситуацию держим, поэтому сегодня, в настоящий момент, проводим все работы, чтобы оперативно устранить повреждения на магистральный топопровод. То есть тепло будет? Тепло, да, в 5-6 утра. Сейчас все дома взяты на контроль информационно и прошу вас тоже довести до населения, что в 5 утра отопление восстановим по всем драмам. Скажите, пожалуйста, про штаб МЧС, который здесь есть. Да, штаб есть, оперативную съемку ведут, докладывают региональный центр МЧС и региональный центр МЧС, докладывают центр кризисных ситуаций в Москве. Обстановка под контролем, температурный режим и погодные условия позволяют вот этот интервал времени использовать для того, чтобы в квартирах была благоприятная, нормальная погода. Контроль оперативный по температурам дома буду проводить постоянно. А если вдруг неожиданно усилится мороз? Если неожиданно усилится, используем обогревательные пушки, если будет необходимость, вплоть до эвакуации жителей, помещения, гостиницы и другие объекты. Но я думаю, что прогноз пока благоприятный с 7 до 11 градусов и возможность теплообеспечения квартир позволит нам продержаться до указанного времени. Спасибо.